По идее, это долг каждого художника. Удар нанести по зрителю, чтобы он задумывался о том, о чем он не привык раздумывать. Сказать, что мы разобрались с собственной историей, невозможно. Мы остались такими же, какие мы были под Сталином. Сажают целыми селами буквально, и людей расстреливают, расстреливают. И вот на моих глазах чиновника работающего, цензура стала умирать. Режиссура, театральная, киношная. Эта работа опасная. Я снимал ее три месяца, а сдавал восемь. Эту сцену вырежем, эту сцену вырежем. Клеветнически показана реальность. Очень много плохой погоды. Ты истратил миллион, ты думаешь, мы второй дадим? Меня радуют любые кусочки, любые проявления свободы. Я уверен, что никакого другого будущего у России нет. Вам не совестно? Следствие только начинается, а вы уже похоронили человека. Вот адрес лагерного управления. Знать нам туда дорога, знать нам туда дорога. Это не квартира, это проходной двор. Философию из России спроводили на проходе в 22-м году. А массовый террор, как показала практика, почему-то не способствует полету мыслей. Берите, пока есть. Скоро ничего не будет. Вот вы поймете советскую власть. Выжить в этой жуткой стране можно только любовью. Привет, это Forbes Talk. Я Антон Жилнов. Рад приветствовать вас, наших зрителей. Лену Тафанюк по видеосвязи, мою соведущую и нашего сегодняшнего героя. Можно сказать, наверное, героя. Андрея Смирнова, режиссера, актера. Андрей Сергеевич, очень рады и горды, что вы дошли до нас. Здравствуйте. Это уже очень приятно. У Андрея Сергеевича выходит в эти дни его новая картина «За нас с вами». Ну, народ знает продолжение этого тоста. Да. Не буду его повторять. В первую очередь мы вас поздравляем с премьерой. Спасибо. Я посмотрел картину, благодаря вашему доверию, и хотел вас спросить, «Жила-была одна баба», последняя вот эта новая ваша картина, это картины о прошлом. Последняя картина связана с 52-м годом, это дело врачей, несколько лет до смерти Сталина. Полгода, полгода, а картина «Жила-была одна баба» – это о тамбовской крестьянке. Почему вас волнует, Андрей Сергеевич, так тема прошлого, причем тема прошлого, связанная с войной, с террором, с травмами разного рода историческими? Ну, как, почему? Это же все связано с нашим сегодняшним днем. Не сказать, что мы разобрались с собственной историей невозможно до сих пор. Вот сейчас очень поднялись со дна, на котором они были сталинисты всякого рода. В дзене по интернету чуть не каждый день появляются сегодня исторические статьи из истории советского государства, и они все носят просталинский характер, антилиберальный, и, я бы сказал, они против всего, чего добилась Россия в 90-е годы. Поэтому нам с нашей историей, с 74-мя годами советской власти, еще предстоит во многом разобраться, и рано или поздно придется поставить определенные точки. Как вам кажется, почему они до сих пор не поставлены? Прошло уже много времени с краха Советского Союза, но так и не разобрались, получается? Конечно. Почему? Как вам кажется? Ну, потому что сталинизм еще жив. Сегодня количество доносов друг на друга поражает просто. Доносчики, стукачи по-прежнему живут среди нас. И похоже, что пользуются доверием государства. Галина Сергеевич, а как вы думаете, а почему общество вдруг снова вернулось к этому? Нам казалось, что этого никогда не повторится. Что мы сделали не так? В 90-е годы мы не довели дело до конца. Не было суда над коммунистической партией. А я думаю, что если был бы нормальный суд, то эта партия была бы у нас запрещена за те преступления, которые лежат на коммунистах, в их правлении десятки миллионов людей погибли, сгнили в лагерях, были расстреляны и так далее. Это все осталось подвешенным до конца. Эти вопросы не решены. Коммунисты сегодня не чувствуют себя виновными ни в чем. КПРФ свободно существует и выдвигает своих депутатов. Не сумели образовать новый независимый суд. Это очень важно. КГБ как было, так и остается хозяином нашей жизни. И все это было недоделано. Все это было оставлено. Поэтому, естественно, при малейшей смене дуновения и у власти, и у ее подданных ожилили все эти комплексы. Почему сегодня у нас столько доносов на тех, кто не одобряет политики власти? Потому что мы остались такими же, какими были под Сталином. В этой картине я лично увидел очень много параллелей. Те же доносы с сегодняшним временем. Это опасно сегодня выходить с таким кино в России? Мне так не кажется. Картина не настолько острая. Ну, кто надо, знаете, как говорят, кто надо, тот поймет. И мысль заложенная там, она очевидно приводит к тому, что вы описываете про сегодняшний день. Ну, невозможно эту параллель там Андрея Сергеевича не увидеть. Правда, невозможно. Ну, тем не менее, я считаю, что в картине нет ровно ничего, чтобы было особенно острым или скандальным. Она скромно рассказывает о тех событиях, которые действительно имели место. И там аресты или походы героини по тюремным закоулкам. Это быт того времени. Все-таки картина про любовь, а не про стукачей. Ну, все про любовь так или иначе, но тем не менее, капитану Волконогову не дали прокатное удостоверение в России. Это про сталинские репрессии, это немножко другое десятилетие, чем у вас. Но тем не менее, она тоже, я видел эту картину, не отличается особым радикализмом. Там нет с сегодняшнего дня, но им не дали проката. Ну, вы знаете, это хорошая картина, как мне кажется, капитан Волконогов. Хотя очень своеобразная, но она очень острая. Она и построена как, чтобы, ну, как бы сказать, удар нанести по зрителю, чтобы он задумался о том, о чем он не привык раздумывать. Наша картина гораздо скромнее. То есть, если вы... Понятно, что я не рецепт от вас прошу для кинематографистов, но если вы скромнее, то можно сегодня высказываться, вы считаете, даже на вот такие важные, острые исторические темы, как сталинизм. Ну, а почему же нет? Мне кажется, этим необходимо заниматься. Да по идее, каждый гражданин должен разобраться в прошлом своей страны и вести себя, соответственно, тому, что он вынесет из уроков истории. Мне кажется, это нормально. Есть книга историка Николая Эпле «Неудобное прошлое». Она тоже о истории, о травмах 20 века и о том, как общество и государство, и страна может из них выходить, какие выводы делать. Это очень глубокое исследование. Ваши фильмы тоже про неудобное прошлое. Как вы считаете, писатель, историк, режиссер вообще может влиять на то, чтобы что-то в обществе благодаря вашим работам менялось, эта история переосмыслялась? Дело в том, что, по идее, это долг каждого художника, писателя, историка, режиссера. Мне кажется, это часть нашего ремесла и очень важная часть. Другой вопрос в том, добиваемся ли мы своих целей или нет. В какой мере это может влиять на аудиторию? Я не могу об этом судить. Мне кажется, что искусство в нашей стране очень мало влияет на зрителя, на рядовых наших сограждан. Но, тем не менее, мы все равно должны продолжать долбиться в ту же стену и пытаться разобраться. А почему мало влияет, как вы считаете? Мы об этом, вот у нас был выпуск с Леной, с Александром Бауновым, с писателем, политологом. И он тоже говорил, что ему казалось, что вот уехала Алла Пугачева, выступила против, и люди, воспитанные на ее песнях, посмотрят в ее сторону, а не в сторону власти. Но нет, люди не посмотрели, даже те, кто любит ее песни, в ее сторону. Почему, как вам кажется, общество больше любит то, где есть власть, а не где есть художник? Потому что гражданского общества, по идее, в России по сей день нет. Ни советской власти, ни постсоветские времена не воспитали настоящих граждан. Большинство наших сограждан, наших соотечественников, мне кажется, глубоко равнодушны к тому, что делается наверху, и даже порой рядом с ними они живут своей повседневной жизнью. Гражданское общество в России, я бы сказал, это наша мечта, но она пока не осуществилась, не реализовалась. Правильно я понимаю, вот наш разговор, что вы сравниваете современность со сталинскими временами? И вам напоминает это очень? Нет, нет. Я хорошо помню сталинские времена. Когда Сталин умер, мне было 11 лет, но я прекрасно помню этот день. И помните, страшная толпа народу, которая шла к колонному залу, и в результате там тысячи людей передавили в толкучке на Трубной площади. Я это хорошо помню. Говорить о том, что сегодня Россия похожа на Сталинскую, это неправда. И человек сегодня все-таки совсем другой, даже при всех своих недостатках. Но он прожил, он видел крах СССР, крах коммунистической партии. 20 лет жизни сначала при Горбачеве, а потом при Ельцине. Это все-таки при всех своих недостатках совсем другие люди, чем те, которые у меня в фильме идут толпой в колонный зал к гробу Сталина. А тогда какие времена вам напоминает современная Россия? Да никакие. Оно совершенно оригинально в сегодняшнее время при всех его недостатках. Но мне кажется, что подобные эпохи Россия раньше не переживала. Если говорить о культуре, я разговаривал, не буду называть имя, потому что я не уверен, что человек хочет, чтобы я опубличивал это имя. Это литературовед. Я ему задал тот же вопрос про параллель. Понятно, любая параллель хромает. Естественно, мы из этого исходим. Но он сказал, что напоминает с точки зрения происходящего в культуре ранние 30-е годы. Да, это не 37-й год, но он имел в виду ранние 30-е, потому что то, как запрещаются сегодня спектакли, как банятся имена, как не дают прокатное удостоверение. И в конце концов, как уже начинают сажать в тюрьму затворчество, как произошло с Женей Беркович и Светланой Петричук, он сказал, что по духу это ранние 30-е годы. Вы согласны с такой оценкой? И что вы думаете вообще о процессе над Женей Беркович и Светланой Петричук? Потому что это первый прецедент, когда сажают затворчество. Ну, конечно, это возмутительно. Я подписал какое-то там письмо в защиту обеих девочек. Понимаете, разница небольшая с началом 30-х годов. Но в начале 30-х годов каждый год идут процессы, вроде там процессы промпартии, и людей расстреливают. Расстреливают. Это все-таки значительная разница. И это повседневность с началом 30-х. Это 30-й год, это 31-й. Полным ходом идет коллективизация в деревне. Сажают целыми селами буквально. Не надо сравнивать, потому что... Но я именно про культуру говорил. Не вообще, а вот с точки зрения то, что происходит сегодня в российской культуре. Тоже гораздо жестче цензура. Пикнуть практически невозможно. Булгаков со своими сатирами с собачьим сердцем. Ну, просто белая ворона. Такие вещи только в эмиграции. А здесь это не издается абсолютно зачищенное поле. Это похоже немного на 30-е годы, но все-таки сильно отличается. Мы живем стесненно, я бы сказал, с обнаглевшей цензурой, с вот такими вещами, как посадка Беркович и Петрячук, но все-таки мы не можем сказать, что сегодняшняя власть террористическая. Террора нет, слава богу. Недалеко до него, но террора нет. А 30-е годы, это уже террор идет полный уход. Вот вы сказали, отвечая на предыдущий вопрос, что ваш фильм не вызовет скандала. И меня немножко эта фраза покоробила. Почему? Разве в этом цель художника, чтобы фильм не вызвал скандала? Ну, понимаете, а вызвать скандал, это цель художника? Нет, мне кажется, просто, ну, картина, это же довольно большое художественное высказывание, достаточно сложное и требующее большой работы. сценарий там года полтора, как минимум. И больших денег. И больших денег, конечно. И этих денег надо найти. И в сегодняшней России можно найти деньги. В частности, вот моя последняя картина, как и француз, сделана целиком на деньги спонсоров, государственных средств. Там не было. Поэтому нормальная цель высказывания, ну, в кино, во всяком случае, это все-таки какой-то художественный мир. А желание вызвать скандал или, наоборот, прятаться от проблем, чтобы скандала не вызвать, это не цель для художника или режиссера. Мне кажется, что наши цели, моих коллег и мои тоже, сложнее, тоньше и важнее, чем скандал. Андрей Сергеевич, но вот в дополнение к этому вопросу спрошу вас, да, наверное, скандала не вызовет, хотя, на мой взгляд, лента получилась довольно смелая. И вот пример. Фильм Резо Гегинишвили «Пациент номер один» о смерти Черненко. Замечательный фильм с моей точки зрения. Замечательный фильм, но картина не выходит в России. Как не выходит? Пока она не выходит. Я так понимаю, что есть вопросы с ее прокатом в России, хотя она тоже не радикальная. Я не вижу там никаких проблем для цензуры. Она художественно острая, политически, она совершенно нормальная. Прекрасная работа Александра Филипенко актерская. Замечательно прослежено это время, этот момент. Последняя роль Инны Чуриковой. Последняя роль Инны Чуриковой. Хорошая роль, кстати говоря, никакого скандала эта картина не вызовет. Если картину не выпускает прокат здесь, то это идиотизм цензоров, их неграмотность, непонимание художественной ткани этой картины. А как быть молодому режиссеру? Радикально, нерадикально он высказывается, но он живет здесь, он снимает здесь кино. Как его сегодня собственно снимать, особенно о сегодняшнем дне, документальное кино, если это будет фильм на полке? Как в этой ситуации выживать автору? Извиняюсь, я только напомню, что я сделал четыре картины и в 79-м году, закончив картину, которая называлась «Вера и правдой», бросил режиссу на 30 лет. Через 29,5 лет я снимал следующую картину, жила была одна баба. Я просто переучился на сценариста, автора пьесы написал и так далее. Я 29 лет жил без режиссура, ну, на театре, правда, поставил два спектакля. И как актер. Да, и хлеб зарабатывал в основном как артист. Как сегодня жить молодому режиссеру? Да так же. Делать серьезные вещи, пытаться говорить о том, каким он видит сегодняшнее время, находить спонсоров частных, если государство не дает деньги, а на какие-то вещи я уверен, и государство даст деньги. Рецепт один. Делать хорошее кино, хорошее, честное, гражданское. Сейчас очень многих артистов объявляют иноагентами, возбуждают дела, штрафуют. А их можно снимать? Это тяжелый вопрос. Я снимал. вам что-то за это было, нет? Нет. Какие-то советы, рекомендации? Нет. Нет. То есть те, кто их не снимают, не снимают по собственной инициативе? Этого я не знаю. В этих вопросах мне даже не хочется разбираться. по мне есть хорошие артисты, есть не очень хорошие. Я люблю снимать хороших артистов. Вот то, что оказалась культура, театр снова опасной профессии, режиссура снова опасной профессии, писатель. Почему такое внимание к культуре возникло со стороны власти, как вам кажется? Ведь культура все равно остается элитарная. это не стадионы, но тем не менее ее цензурируют. Как вы думаете, почему? Чем это так опасно, учитывая немассовость? Ваш вопрос, мне кажется, смешанный. Такая ситуация была всегда, только она дышала. То хуже, то лучше. Ну сейчас идет специальная военная операция. Естественно, что как бы в этих условиях поднимает головы, начинает хозяйничать повсюду, и тут же доносчики, которых у нас миллионы, идут навстречу. Естественно, что давление на культуру в этот момент резко усиливается. Это не первый раз мы переживаем, это боюсь, что и еще будет, но все равно наступит время, когда будет полегче. Вам интересно современность? вам бы хотелось создать произведение про современную жизнь, про современную ситуацию? Ну, это уже мне не по силу. Мне 82 года, и в современной жизни я во многом тупой и слабо разбираюсь, какие-то вещи не объясняют мои взрослые дети, но сплошь и рядом я натыкаюсь на то, что я многого о современной жизни не знаю и слабо понимаю. Что вас в ней радует и что огорчает? В этой жизни вы живете, вы остались жить в Москве, вы наблюдаете все равно за людьми. какой у вас взгляд на общество, на ту картину, которую вы видите из окна в Москве 23-го года в мае? Как вам сказать, меня радуют любые кусочки, любые проявления свободы, но сегодня это больше мечта, чем реальность. И свобода выражения, что свобода мнений сейчас в России нету практически, очень мало вернее, я бы сказал. Всякое проявление свободы меня радует, всякое проявление надзора власти над своими поданными, но и то, как эти поданные живут между собой и пишут доносы, меня, конечно, горчат. За кем вы сегодня следите, кто вам нравится, из тех, кто, неважно, уехал, остался, из режиссеров, из театральных режиссеров, что вы сами для себя выделяете и куда вы в Москве ходите? то, то, немногое, что осталось здесь, тем не менее, на кого и на что вы ходите сегодня, в театре или в кино? вот, собираюсь, Женя Миронов обещал спектакль Кабаре в его театре нации, найду обязательно смотреть, да, как вам сказать, мне кажется, что выросло вот сейчас поколение, которому лет 30, ну, это и мои дети, в том числе, значит, очень талантливое поколение, какие режиссеры прекрасные, так, я не знаю, там, Борис Хлебников или Резоги Генишвили, Борис Хлебников и фильм Снегирь, который да, конечно, открывал ЛВМК, значит, ну, фамилий много, ну, вот, те, кто сделали этого самого Капитана Волконогова, Купе номер 6 и Дунай, это же, это как раз поколение, которое вошло зрелость, по-моему, очень талантливое, так же, как это же поколение актеров, мне кажется, восхитительное, что бы там ни творилось в головах цензоров и тех, кто этим управляет, живет и работает яркое, талантливое поколение, на мой взгляд, гораздо ярче, чем предыдущее поколение, в том числе и мою. А вот то, что многие сегодня за границей, да, ваша дочь Авдотья Смирнова, один из моих любимых режиссеров, тоже уехала, вам кажется, это восполнимо, то, что многие сегодня за границей, или нет? Вы знаете, не обижайтесь, но это касается и моей семьи, поэтому отвечать на этот вопрос, я отказываюсь. Звягинцев хотел про Андрея Звягинцева спросить, если говорить про его работы, и теперь уже тоже очевидно, что он будет снимать свою будущую картину в Европе на английском языке, что вы думаете про Андрея? Все-таки из последних российских звезд был самый такой титулованный российских режиссер из новой волны. Это выдающийся режиссер, так же, как Кирилл Серебренников, например. Эти люди часть нашей национальной культуры, важная часть, где бы они ни находились, на каком бы языке они ни снимали, это все останется важнейшей частью российской культуры. Сейчас вот это возникла дилемма, либо вы выпускаете фильм в России, либо вы подаетесь на фестивале там, и у вас западная судьба картины, но здесь нет. Как быть с этим режиссером и сценаристом? Им нужно определяться, для кого они работают, для России или для мира, или как-то пытаться все равно играть в эти два стула, на которых можно как будто бы еще сидеть? Да нет, это на самом деле специально как-то под западного зрителя подстраиваться, кто это из наших пробовал или умеет. Ну, Андрей Звягинцев, у которого вы играли и фильм Елена, и Левиафан, они были... Ну, он сделал, в первую очередь, для российского зрителя, а потом уже туда, потому что это картины, в них нету какой-то ориентации на специальные западные Ориентации нет, Андрей Сергеевич, но Левиафан премьера была, я прекрасно помню, в Каннах, а не в России. Все равно он адресован в первую очередь российской аудитории. Это видно, и не надо приписывать им какие-то ну, я не знаю, специальные взгляды, что ли, ориентации на западного зрителя. Нету этого на самом деле. Я глубоко убежден, что режиссура такая, во всем случае, как тот же Кирилл Серебренников или тот же Андрюша Звягинцев, все равно они ориентируются в первую очередь на зрителя российского. И специальные поправки на западного зрителя не думают, что требуются. При этой ориентации их картин, их прекрасно знают на западе и Звягинцева, и Серебренникова. Ну, просто потому, что они замечательный режиссер. Безусловно, но они же сейчас будут снимать там, соответственно, ориентироваться на российского зрителя там они не смогут, то есть здесь-то их не будут показывать. Ну и что? Серебренников там, предположим, будет снимать фильм по-английски и так далее. Ценности-то останутся в голове те же. Мир-то у него в голове. Этот, российский. то есть, Андрей Сергеевич, адресат все равно будет российский зритель в итоге, Конечно. Конечно. В этом нет ни малечек сомнений. А если какие-то поправки попросит продюсер, что ли, для западного зрителя, сделают они. От этого их менталитет, их художественный мир, что у Серебренникова, что у Звягинцева, не может измениться. Он все равно будет частью, повторяю, российской национальной культуры. А почему вы не уезжаете? Куда же я могу уехать? Мне 82 года. У меня моей старшей дочери за 50. У меня четверо детей. Конечно, я никуда не уеду. Я должен помиреть здесь. А в советские годы, учитывая, что вы были всегда свободно мыслящим художником и человеком, вы никогда не были провластным. Вы думали уехать в советские годы, эмигрировать? Да, я взвешивал. Была такая попытка подумать, во всяком случае. Когда началась реформа Гайдара, когда было тяжелые три месяца, ноябрь, декабрь, январь, уже феврале, стало чуть легче, а это у меня был ребенок маленький, сын, молоко нужно было. В декабре холод собачий, я вставал в четыре утра и шел в очередь к молочному магазину. Примерно он открывался в восемь, в полвосьмого приезжал грузовик, который привязывал молоко. А бывало так, что приезжал грузовик и говорил, не будет. И тогда приходил срочно бежать в другую очередь. И в этот момент мне в Англии есть в Беконсфельде замечательная киношкола. Пару раз меня приглашали, я там какие-то лекции читал. И мне предложили по-нашему эту должность типа завкафедры режиссуры, что ли. Я написал программу, был там эту программу. Твердили, значит, здесь молока нет, а тут мы в Англию поедем, значит, жена, я и двое детей. Но в контракте было три года. Я сказал директору, что три года мне тяжело, я не знаю, что получится. давайте я подпишу на год, а там в конце мы решим, вы решите. Они категорически отказались. Жене я сказал, ну ты подумай, значит, пацану там полгода, он грудной, и все. Первый язык, на котором он заговорит, будет английский. Этого я пережить не могу, потому что мой сын выучит английский, но он должен говорить по-русски. и я не подписал контракта, и никуда не поехал. И действительно, у моего сына выдающийся английский, но он выучен здесь, а по-русски он и пишет, и говорит прекрасно. Андрей Сергеевич, а почему это вам важно было? Я не могу это объяснить. Про язык. Что вам хотелось, чтобы ваш сын обладал тем же культурным кодом, что и вы, через русский язык, или почему, интересно? Ну, как сказать, мой отец был писатель, написавший замечательную книгу о Вресской крепости, ну, я вырос в доме, где люди довольно много читают, говорят на неплохом русском языке и пишут на нем. Это я объяснить не могу. Это я, когда ставил спектакль в Париже, месяц с деревни, я четыре месяца был в Париже, к счастью, окончал французскую школу, у меня переводчик был не нужен, я профессиональный переводчик французского, и мне жилось легко, прекрасно. А дальше, значит, назад я ехал на поезде из Парижа в Москву. И вот в Бресте, когда меняют колею, вагоны меняют, там, колеса другие, это часа два поезд стоит, пока меняют колеса, я вышел, а там бабки белорусские сидят, торгуют там, кто чем может. Ну, я услышал русский язык, и все два часа я проторчал около этих бабок, значит, у одной был самогон, мы с ними выпили, и это было наслаждение. Так вот, не хватало русского языка, хотя я обожаю французскую культуру, французский театр, французскую литературу, ну, не хватает, жить без этого для меня немыслим. Мне кажется, что у вас из фильма в фильм есть вот эта любовь к русскому языку, и еще и к простонародному русскому языку. У вас всегда есть, как правило, характер, такой очень простой, крестьянский, или просто рабочий человек, и внимание к тому, как он говорит, на каком диалекте он говорит. Вам это интересно, это исследовать? Ну, как вам сказать? Я просто расскажу вам, что в 87-м году я был чиновником несколько лет с 87-го по 90-й год. Я Климов был избран на пятом съезде Элем Климов первым секретарем правления Союза кинематографистов СССР. Это пост по уровню как министра СССР. Через год Климов свалил это на меня. И в это время мы первые. Союз кинематографистов заявил о том, что необходимо отменить государственную цензуру, что ничего кроме вреда нашей культуре эта цензура не приносит. И вот на моих глазах чиновника работающего цензура стала умирать. И она действительно исчезла. К 90-му году уже никакой государственной цензуры не было у нас в стране. И мне, конечно, стало обидно. У меня за плечами фильмы, но не все, в каждой из них вмешивалась цензура, что-то клала на полку и так далее. И как-то ночью в 87-м году в декабре я вскочил и записал «Надо сделать кино о Тамбовском восстании». Наутро я встал и стал думать. Материал богатый, огнедышащий, революции, гражданская война, восстание крестьян в Тамбове. Значит, ну как я городской человек, который больше месяца не жил в деревне, это буду делать. И пришлось этим заняться. Ну, 10 лет прошло, пока я написал сценарий, жила-была одна баба. Я в Тамбовской губернии проехал, у меня была пятерка машина, я на ней проехал всю губернию, с севера на юг, с запада на восток, побывал во многих селах, которые во время восстания, там, скажем, село Паревка, большое село. Когда там прошли войска Тухачевского, подавлявшие восстание, в этом селе за один день расстреляли 80 заложников. А какие заложники были? Это мужики все у Антонова, то есть это бабы, подростки, старики. Ну вот, в общем, все эти места я побывал там, значит, и когда я уже сценарий давал на консультацию, то одна дама, приятельница, преподаватель Тамбовского университета, она мне сказала, говорит, вы могли бы защитить диссертации по трем дисциплинам. это история русского крестьянства, это гражданская война, в частности, Тамбовское восстание, и третий, говорит, диалектология, Тамбовский говор, в отличие от Воронежского или Донского. Какая была самая цензурируемая картина ваша? Насколько сильно вмешивались в Белорусский вокзал цензоры тогда, в 70-м году? Я начинал, мы вдвоем работали с моим однокурсником, он был старше меня, он был отставной офицер подводного флота, Борис Яшин, мы вместе сделали две короткометражки и одну полуметражную по роману Бакланова «Пять земли», это военная картина, и там уже цензура присутствовала, вот так можно снимать, а вот так нельзя, это буквально на съемках было, и все время приходилось этим считаться. Потом мы расстались с Яшиным, и я сделал первую короткометражную картинку, которая называется «Ангел», она на 20 лет легла на полку, мне сказали, значит, тогдашний замминистра сказал, мы тебе поможем сменить профессию, и не давали работы, я работу там что-то какие-то передачи для радио писал, диафильмы два сделал, ну, всякой ерундой занимался, но в кино не мог получить работу, а следующим был «Белорусский вокзал», «Белорусский вокзал» уже на уровне сценария потерпел страшный урон от цензуры, больше года мы мучились с цензурой, пока наконец нас вызвали в Госкино и тамошний главный редактор доставил нас написать донос на самих себя, мы письменно поклялись, что ничего антисоветского в фильме не будет, что он будет Трунин и я. И запустили нас только благодаря помощи моего учителя Михаила Ильича Рома, замечательного режиссера, педагога. Но дальше, пока я в течение года снимал фильм, весь 70-й год, его закрывали четыре раза. Художественный совет смотрел материал, потом портком смотрел материал и останавливали, что антисоветский фильм, клеветнически показана реальность советская, очень много плохой погоды и заунывных каких-то мотивов. И каждый раз его открывали заново, опять только благодаря Михаилу Ромову, благодаря его энергии. Он ЦК-партии ходил, писал, что никакого ничего антисоветского не будет. Следующей картиной была осень, ее в Москве вообще не выпустили. Москвичи, кто знал, ездил смотреть ее в Мытище, в Балашиху, но в самом городе она вообще не шла. Я снимал ее три месяца, а сдавал восемь. Восемь месяцев меня мучил тогдашний министр, эту сцену вырежи, эту сцену вырежи, напиши новую, сними ее. Я все это делал, снимал. В конце он потребовал, чтобы я вырезал кульминационную сцену фильма. В пивной героиня бросается на колени перед героем при публике, при людях и говорит, что не бросай меня, я тебя люблю и так далее. Вот тут я остановился, потому что вырезать эту сцену означало картина будет бессмысленной просто. Я написал три письма одного ЦК партии, другое в ГОСКИ написать было бесполезно у агентства по авторским правам, а третье в Союзке кинематографистов, объясняя, что не могу я это сделать, как бы не хотел министр. И в конце концов министра уломали. И эта сцена осталась. Ну и следующая картина, она называлась «Вера и правды». Он был задуман как сатир, конечно. Это история архитектора в трех эпохах. Сталинская, Хрущевская и сегодняшняя, тогдашняя Прибрежная. Было и на половине картину восстановили. Мне тогдашний директор Мосфильма сказал, ты истратил миллион, ты думаешь, мы второй дадим, пока ты не переделаешь это, ничего не будет. И мне пришлось сцену за сценой. Дело в том, что кино снималось в стиле, ну, гротеск, конечно. Значит, оказалось, что снимать про советскую реальность в стиле гротеск, это преступление наказуемое. Это должно быть как-то легко и так далее. То есть элемент сатиры резко уменьшен. в общем, я переделал. Картина вышла, я ее не стыжусь, она достойна, вполне смотреть можно, артисты замечательные, но далеко не такая, как была задумана. Если говорить про Белорусский вокзал и про За нас с вами, вот вашу новую картину, я обратил внимание, что вас в принципе больше интересует тема не самой войны, а пост войны. Почему вам действительно это важно исследовать в своем кино? Не саму войну, а то, как люди справляются с травмами после нее? Потому что и в последней вашей работе там же много отсылок к войне. Фронтовики и они еще молодые. И в Белорусском вокзале та же история. Почему для вас важна не сама война, а ее последствия? Как вам сказать? Я родился в 41-м году. В 42-м отец ушел и ушел на 4 года. Я его в следующий раз увидел в 46-м году, потому что он в 45-й и 46-й еще был в армии на Западной Украине. И я хорошо помню, мы жили, это была трехкомнатная квартира, которая придалась моему деду. Они жили в Харькове и сначала деда арестовали по делу о промпартии, но через год его выпустили и предложили место в Министерстве угольной промышленности что-то такое. Он переехал в Москву с семьей. Это была трехкомнатная квартира на Сретенке и родился я в ней. Но в 42-м году, когда уже оба сына моего деда были на фронте, в это время деда арестовали по антисоветскому делу, с обвинением в антисоветской деятельности и на пять лет услали в лагерь в Мордовию в почву. Как только деда арестовали, тут же квартиру заселили и у бабки осталась одна комната. И бабушка, которая была одна, Мария Федоровна, впервые в жизни пошла работать, потому что деду нужны были посылки в лагерь, иначе он умер с голоду. и вот она работала и посылала. В 43-м году мы вернулись с матерью из эвакуации в Москву, и когда вернулись оба сына в эту же комнату, значит, вместо отдельной квартиры, в 16-метровой комнате были дед, когда вышел из тюрьмы, бабушка, отец, моя мать, я, дядя Вова, он женился, жена его пришла в эту же комнату, и дочка родилась, то есть 8 человек у нас было на 16-ти метрах. И вот в эту комнату приходили гости, товарищи фронтовые отца, там они сидели, выпивали, пели, мне было 7-8 лет, я очень хорошо помню это время, оно очень важное, и я очень хорошо помню то, что было для фронтовика встретить другого фронтовика, спросить где, в каких войсках и так далее. Вот солидарность эта общая, общая фронтовая, я бы сказал, в этом поколении была очень важна, поэтому я с удовольствием воспроизвожу это в моей картины. Все оттуда, со Сретенки получается. Да, да. Я вас хотел еще спросить про вот этот интерес, если говорить о вашей новой картине именно к 52-му году, почему вам так важно вот именно этот отрезок времени важен. У меня один из героев фильма, которого играет замечательный артист Андрей Смоляков, он философ по специальности, и персонаж этот придуман от моего воображения, но там есть отзвуки двух замечательных фигур нашей истории. С одной стороны, философа Густава Шпета, расстрелянного в 38-м году, это дедушка впоследствии знаменитой нашей балериной Катерины Максимовой, вот, а с другой стороны, одного из немногих философов-идеалистов, оставшихся в живых, умерших своей смертью, но прошедшего Беломор канал, лагерь, это Лосев, Лосев, преподавал в институте, в пединституте имени Герцена. Ни с той, ни с другой фигурой мой герой не совпадает, но некие отзвуки того, что они пережили, там сказываются. Поэтому пришлось выбирать 52-й год, это очень существенный момент, когда террор сталинский приобрел просто ненормальные какие-то масштабы. Дело врачей только одно из таких затянувшихся, там, в чем было дело, что личный врач Сталина Виноградов, это был замечательный, врач сказал Сталину, что состояние его здоровья таково, что ему нельзя работать. Он был тут же арестован, Сталин взбесился. Значит, я думаю, вспомнил о том, что ведь Бехтерев, знаменитый доктор, психиатр, смотрел Сталина в 29-м году, и пришел домой в ужасе и сказал, что страной правят сумасшедшие. И Бехтерев ведь умер, там смерть тоже непонятная, не со стороны ли. Она пришла, вот, и пошло дело врачей. Ну, на одного русского там приходилось 20 евреев, 30 волна арестов выросла резко. Кучу врачей взяли, начали бить, как положено, и они стали подписывать, ну, естественно, если в соседней комнате ты слышишь, как кричит твоя жена или твои дети, ты подпишешь любую направленность, ну, они стали сознаться в том, что они американские шпионы и так далее. А потом, слава Богу, Господь вмешался, отправил тирана на тот свет, и начались существенные перемены. Маленков, Хрущев, это заметные перемены, не говоря уже о том, что открылись двери лагерей, стали людей миллионы выпускать из тюрем, из лагерей. Это очень интересное время, для моих героев это был важный момент, что ли. Поэтому выбран 52-й и начало 53-го года. У вас в фильме есть фраза, я ее специально отметил, в Сибирь драпать будем, разбомбят нас американцы. Американы. Американы. Она говорит... Это говорит одна из героинь фильма, и это ее реакция на смерть Сталина. Сегодня тоже мы слышим каждый день НАТО, американцы, и риторика не поменялась. Как вы на это реагируете? Возникает ли у вас дежавю? Да, этот идиотизм был, есть и существует. Ну, а какой из этого сделать вывод? Просвещать соотечественников? Ну, мы пытаемся, но получается у нас слабо, я бы сказал. А вы верите, что будет меняться общество? Что мы увидим какие-то перемены внутри общества, когда, как вы сказали, все-таки человек будет гражданином, а не просто жителем? Ну, понимаете, я в понимании сегодняшних активистов типичный либерал. Я уверен, что никакого другого будущего у России нет, что все равно кончится либеральной экономикой и парламентской демократией. Конечно, будет меняться власть, будет меняться общество, все равно когда-нибудь будет люстрация, опубликуют архивы ГБ и фамилии каждого стукача мы прочтем, это неизбежно, это все равно накоплено внутри этой сегодняшней пишущей доносы массы, и все равно Россия осознает себя как часть Европы, Европы, а не Азии, и кончится тем, что Россия вступит в НАТО. Андрей Сергеевич, я еще хотел тогда в завершении спросить, на что здесь сегодня может нужно рассчитывать, надеяться, наверное, спросим про творческих людей, которые здесь остаются, учитывая то давление, с которым они сталкиваются. Мы с этого начинали, с Женей Берковичи, это сигнал многим, этот арест. На что надеяться, и как верить в какие-то изменения, когда пока их не видно даже где-то на горизонте? На что надеяться? Да на него только, больше не на что надеяться. С другой стороны, это работа режиссура, театральная, киношная, да собственно в литературе то же самое. Эта работа опасная, и она никогда не была безопасной, в России, по крайней мере. Нет, какие-то годы были, вот, годы без цензуры и так далее, но это исключение. А вообще нашему брату не привыкать жить в условиях весьма стесненных и ограниченных. Но настоящие таланты переходят через это и как-то научаются все равно обходиться без настоящей цензуры или делать так, чтобы эта цензура съедала то, что они делают. Надеяться по-прежнему не на что, я бы сказал, но настоящие таланты с этим справятся. спасибо за нас с вами новая картина режиссера Андрея Смирнова. Спасибо, Лена, спасибо, Андрей Сергеевич, за этот нам показался откровенный разговор. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok